Молодому поколению привет! С вами Спелсик. Сегодня я хочу поздравить вас с 76-м празднованием победы над Германией. 9 мая это величайший праздник из остальных праздничных дней. Вы только представьте, если бы не наши мужественные войны и смекалистые люди в тылу, мы бы не были свободным государством, а были бы рабами фашистов. Этот день нельзя считать просто как событие, из-за которого у нас начались майские праздники. Как это было сложно, когда на твоих глазах погибли твои же друзья. Или зная, что может в один день поселение, в котором ты живешь, может не стать. В то время любая работа была равна. Не было понять, а это легко, моя работа сложнее. Ведь в войну люди должны были заботиться о маленьких детях, о сельском хозяйстве, о раненых войсках. Такие должности занимали подростки, которых было опасно отправлять в зону боевых действий. Как трудно представить, что 10-летний мальчик или девочка ухаживали за малышом, или что 14-летние подростки лечили раненых солдат. Хочу попросить вас не забывать о этом великом Дне Победы, который сейчас дарит нам полноценную жизнь. Чтобы ветераны оставались в наших сердцах, спросите у своей бабушки или у своего дедушки, а кем был мой прадед или прабабушка, кем он приходился во время войны. Поделитесь этим в комментариях. Мои прадеды и прабабушка принимали участие в возрасте 14 лет, возраст моего прадеда тогда, и 12 лет, возраст моей прабабушки тогда. Они работали в сельском хозяйстве в тылу. Это видео было снято в память достойно погибшим в бою ветеранам. И не только тем, кто был в бою, но и тем, кто помогал войскам. Не забывайте о тех, кто воевал за вас. Всем спасибо, что слушали. Всем удачи и всем пока-пока.